приветствую вас на канале в хозяйстве пригодится меня зовут Екатерина я в очередной раз разбирала свои огурцы как это сделать у меня есть видео на канале и обнаружила в огурцах муравьев честно я даже не стала разбираться с муравьями я знаю точно что если появились муравьи ждите тлюм чем опасна тля она питается нашими листочками весь сок из наших листьев она высасывает листья засыхают и растение может даже погибнуть если с тлей не бороться да проська да вот что же делать если у нас уже появились огурчики никакими химическими средствами уже обрабатывать нельзя я вообще противник всякой химии и очень редко использую практически никогда делаем раствор итак раствор от паутиного клеща и три средства похожие я уже говорила химические средства я стараюсь вообще не использовать в своем огороде и сегодня готовим адскую смесь от паутиного клеща подходит она не только для огурцов она подходит и для смородины и для кабачков и для прочих остальных культур и сегодня я решила смешать томатную ботву вот я уже вместе с урожаем огурцов собрала томатную ботву мы ее сейчас режем достаточно мелко либо отпускаем вместе с листочками я ее хочу порезать и добавим чистотела такое растение если у вас в огороде она растет ни в коем случае его не удаляйте это не сорня это очень полезное растение выглядит она следующим образом определить его легко видите у него оранжевое на среде оранжевый сок выделяется да так вот тля и паутиный клещ ужасно боится этого чистотела и томатная ботва еще у нас будет третий ингредиент он у нас тайный я его добавлю в конце когда вода у нас закипит мы отварим в воде и остудим наши два растения ботву томатов и чистотел после этого добавим секретный ингредиент итак мы взяли чистотел и ботву томатов сначала хотела ее порезать мелко а потом решила что ботву томатов уже сваренную она нам собственно не нужна нам нужен только раствор но мы ее используем для наших яблонь моя подписчица диана подсказала мне что чтобы избавиться от гусениц спасибо ей большое за это чтобы избавиться от гусениц надо обложить яблоню ботвой томатов ну выбрасывать не будем как раз попробуем это сделать растворчик используем на наши огурчики сразу вспомнила помните был яролаж когда дети что-то варят там такое на плите родители уже взяли вилки ложки приготовили а это оказались оказывается что они варили джинсы как раньше с этим была проблема с вареными джинсами они были очень модный также я сейчас на своей кухне варю средства вот паутинного клеща и тли и так мы охладили нашу наш чистотел вместе с товаркой водой ну не то чтобы охладили тепленькая тепленькая температура и секретный ингредиент дегтярное мыло у меня жидкое можно использовать и обычное дегтярное мыло его надо утереть на терке наш раствор готов практически сейчас он еще немножечко охладиться да и полезный совет поливать наше средство нашим средством наши огурцы и томаты заодно нужно вечером потому что днем у нас солнце во-первых огурцу можно нанести ожог а во-вторых вечером и так мы приготовили раствор настал вечер и сейчас мы будем обрабатывать наши огурцы стараемся попасть под лист и на лист полностью обработать весь огурец также как вы видите я обработала от сорняков убрала уже всю листву и все остальное да еще для профилактики надо убрать один полив полезный совет и у нас появились улиточки я тут заметила на листочках вот именно вот это это улитка улитка съела наш лист следующее видео подписывайтесь на канал следующее видео будет о том как избавиться от улиток а через неделю как обычно я постараюсь скинуть вам видео точнее фото что произошло с нашими огурцами как мы их омолодили появились ли новые листочки исчезли ли старые у нас вот эти вот эти вот безобразия ну как мы видим огурцы у нас растут по-любому таким образом мы пытаемся продлить жизнь нашим огурчиком вот они у нас растут каждый день мы снимаем урожай ну посмотрим что будет вставайте с нами подписывайтесь на обновление канала хозяйству пригодится